Друзья, всем доброе утро! Доброе утро из славного города Дубай! Мы вместе с Юлей здесь находимся уже продолжительное время. Жизнь вступила в рутину, быт и другие прекрасные штуки. Так, нам нужно на море вообще собираться, это вам не кокрым. Так, арбуз, да, только я должен нарезать? Так, сейчас будем нарезать арбузик. Вот знаете, ой, еще телефон падает, как у нас, собираешься на море, берешь с собой ар-буз. О, ничего себе, тут холодильник можно регулировать. Влажность больше-меньше. Офигеть, я не знал, что такое бывает. Ай, блин, одной рукой неудобно. Так, у нас арбузик. И вот, наверное, сразу достану еще. Отличный арбуз. Ну вот видно, что он такой не засахаренный. Вот везде почему-то такие арбузы, кроме как вот в наших странах. У нас такие арбузы прям засахаренные. У меня просто теория, что чем хуже растению, тем лучше оно вырастает. Вот у меня, например, у бабушки на Урале такие помидоры вкуснющие. Ну, такие вкуснющие, честно. Я нигде такие вкусные не ел. Картошка. О, там просто взрыв мозга. Вот. У нас же в Крыму два урожая картошки собирается. Да, бывают тоже хорошие, не спорю. Но в основном это как какое-то исключение. Ну. У бабушки своя на огороде. Вот что. Может тут тоже кто-то свои какие-то сорта высаживает у нас. Не знаю. Вот. Но и арбузы. У нас такое впечатление, что им тяжело расти. Там иногда солнца не хватает. Потом наоборот хватает. В общем, такой более суровый для арбузов климат, чем здесь в Иране. Это иранские арбузы. Вот. И получается, что из-за этого они вот напитываются вот этой вот сладостью и так далее, и так далее, и так далее. Рыба, кстати. Вот рыба, например. А она же вкуснее где? В северных морях. Так. Я его не просто нарезаю, а получается, что чищу. Вот в чем фишка. Кстати, шкурочка здесь прям вообще-то посмотрите. Тонкая-тонкая. Прям идеальная. Вот. Так старая не будет. Или наверх, давайте наверх. Лучше. Блин. Нет, давайте лучше подбаваться у дочек, потому что я переживаю, что там... Драк уже как-нибудь гадость завелась. Да, честно говоря, я просто не знаю, сколько нарезать. Думаю, чтобы немного было. У нас обычно идешь на рынок, покупаешь огромный красивый арбуз, берешь с собой нож и нарезаешь уже прямо на месте. Но, почему мы здесь так не можем сделать? Во-первых, песчаный пляж. Песчаный пляж и все будет в песке. Все, что можно. И даже все, что нельзя, тоже в песке. Такое впечатление, что он поспел в холодильнике. Я не знаю, такое возможно или нет. Созрел еще лучше стал. Песчаный пляж получается. Все в песке. И второй момент нож. Дело в том, что вообще здесь, на Марине, невозможно даже купить нож. Я не знаю, с чем это связано. Почему? И у меня есть такое подозрение, что если мы этот нож, который у нас тут уже был, достанем на пляже и начнем резать арбуз, то есть, яких башка нам тоже кто-то сделает. Ой-ой-ой. Красненькие кусочки получаются. Все, готово. Обычно мы, правда, два с собой берем. А тут, что-то, я думаю, пора уже на три переходить. Тут два не съедаем, но посмотрим, может съедим. Или просто оставлю. Так, в холодильнике один оставим, посмотрим. Так, чем-то Юля занимается, сейчас проверим. Так, глазечка, отлично. Парадную формочку. Это монопляж? А зачем тебе это? Я думаю, это кипоку, как глазечка. На вечер. А, на вечер. Понятненько. Хорошо, хорошо. О, а они достаются? Да. А я не знал даже. Ты че? Да. Вот эти вечерки, ну, представляете? Я думал, они прикреплены, все. А они вон, легко, раз и все. Бред, да? Ну, а я тоже подумала, прикреплены, типа, чтобы сваровать. Не, ну ты ее же не сваруешь так. Зачем она тебе такая нужна? Вот можно проволочкой потом сделать вот здесь. А мне надо и такую сварить. Но мы вырвать не будем. У нас же вешалки есть. Вот у нас наши. Вы видели в видео, как мы покупали. Поэтому мы этого делать, естественно, не станем. Я вот, честно говоря, каждое утро просыпаюсь. Смотрю на этот вид. Мне прям, мне очень нравится, говорю сразу. Я вроде... Да что, у нас отличный вид. Белка приходит каждое утро. Вот реально. Белка приходит каждое утро в одну из комнат. Когда она лезет по этим по балконам, и белка приходит. Ну, здесь вот, здесь белка не придет. А что мне нравится, я даже не знаю, что. То есть ты просыпаешься, а там уже жизнь-то кипит. Все там чух-чух, туда-сюда ездят. Как-то такой, знаете, настрой на работу. Вот если просыпаешься и природа вокруг, то, конечно, отдыхать сразу хочется. А тут нет. Тут работать хочется, но мы же приехали отдыхать, поэтому не работает никто. Я, кстати, вот что люблю в Дубае. Возможно, кстати, возможно, это неправильно я поступаю. Я вообще не переживаю насчет вещей в номере. Вот если у кого-то были какие-то ситуации, расскажите. Потому что, ну, даже ноутбук оставляю, вот так вот бывает. Вот сейчас экшн-камеру оставляю. Ну, хотя, как бы, стараюсь, конечно, прячу, но вот была необходимость оставить ноутбук, потому что в этот момент там работала определенная программа. Ее нельзя было останавливать. То есть, ну, оставил, да оставил, ничего страшного. Вот экшн-камера, пауэрбанк остается. Даже специально какие-то мелочевки оставляю. Ну, вот там, не знаю, там шнуры какие-то, зарядочки и так далее. Думаю, вот что-то, если пропадет, я не буду там поднимать шум. Но для меня будет этот такой сигналчик важный, что все-таки Никита веди себя как-то более аккуратно. Зима. Зима в Эмиратах. Так все выглядит. Скоро ближе к обеду пойдет снежок. Приморозит потом. Вот. Ну, а с утра все снова такие расстает. Не, ну, конечно, не пойдет. Ничка, вот с Юлей только обсуждаем, что рассказывали 300, 300, вот я что-то 350, ну, или 355 дней в солнечном году в Эмиратах. Поразительно. Ну, мне кажется, на самом деле моментов, когда небо затянуто, гораздо больше, потому что здесь полевые бури достаточно часто. Слава богу, в этот приезд у нас не было. Только так вдалеке она была. Ну, да, не, ну, это же не считается облачностью. Полевая буря, песок, это же не облако. Когда здесь полевая буря, я себя чувствую ужасно дубая, потому что небо, такое впечатление, что оно вот прям внизу-внизу и прям давит на тебя, давит. Вот прям как будто зависло на макушках этих небоскребов и давит, и какой-то ветерочек не сильный. Но вот этот песочек летающий, конечно, бесит вообще. А классно, когда они справляются с этой бурей, то есть последствия каковы. Песка много на дорогах. Ну, это не то, что вот такие прям барханы, дюны, нет. Просто вот такой меленький налет песочка. Вот, и они ездят, начинают пылесосить этот самый песок. Поэтому пылесосить пустыни для Дубая это нормально. Как у нас снежочек убирают, так у них песочек. Спускаемся на Дубай-Марину. Сегодня решили, что так прогуляемся. Обычно у нас более прямой маршрут. По Дубай-Марине расставлены вот такие вот автоматы. Вы можете там воды налить. беспроблемно, бесплатно. Самое главное, они... То есть, очень интересно, они как бы борются за экологию. Вот. Говорят, мы за экологичность. Поэтому там... Ну, типа, что много раз используете бутылки. Вот. При этом, например, тут подсветка такая бешеная у зданий. То есть, все, все светится. Думаешь, так может и света тогда меньше потреблять. Если вы... Кондиционеры. Кондиционеры, да, точно. Для удобства, в первую очередь, они для экологии. Да, да, да. Причем кондиционеры так фигачат. Когда на улице тепло, даже банально там, не знаю, в автобус ты заходишь, да выключи ты его, он не нужен. Или там переведи его в режим, чтобы намного он слабее работал. Нет, тут прям так хард-хард. Я не знаю, может быть, это связано с жарой летней, и они прям... Пойдем на... Потому что здесь машинки ездят. Может быть, связано с жарой, и они как-то любят эти перепады температуры. Возможно. Но мне кажется, когда летом ты садишься в этот автобус, если на улице плюс там 50-60, то ты просто... У тебя перепад там градусов 30, может быть, спокойно. Даже 20 градусов, но это плохо. Спокойно все. Марины отдыхают, ребята. На Чили, на Раслабоне, моют лодочки. Все... Вообще, в основном, все лодочки выходят вечером. Я вот сколько ни смотрю, все работает вечерком. Потому что днем оно как-то не особо... Ну, вид не тот, честно говоря. Оно как бы... Все хорошо, все красиво, но не тот. Юля... Каркур сейчас пойдет. А я вот смотрю, отходит лодочка. Это как бы лодочка, ну, муниципальная экскурсия. Муниципальная лодочка, которая вокруг... Вокруг плавает по морю. Короче, вокруг пальмы, вот, если кратенько. Сейчас я посмотрю расписание и стоимость. Я как-то уже заглядывал, но пора уже, мне кажется. Пора уже нам тоже на ней проплыть. Смотрите, вы можете выплыть здесь, вот так прокатиться и обратно, да? Вот это стоит 50. Вы можете, например, проплыть, выплыть здесь и остановиться, например, вот здесь или вот здесь или вот здесь в одну сторону. Получается, что это стоит 25. Аль-Губайба, я не вижу стоимость, блин. Я вижу 25.50. А сколько Аль-Губайба стоит, не знаю, сейчас спрашивать буду. Смотрите, какая очередь. Пошли? Да. Или ты хочешь сейчас купить билет? Нет, ну на обратном пути можно взять. Да? Ну давай. На какое время? Ну вечером, кажется, прикольнее, да? Вечером, не знаю, даже сегодня или завтра. Вот, смотрите, Дубай, Марина Моу. Вот, вот эта лодочка, да. Прикольные, смотри, Я не знаю, тоже. Вот я думаю, не это самое, не слишком ли скучно. Ну, с другой стороны, что, наверное, прикольно через Атлантиз там проплыть. Да. Получается, если в одну сторону, да, 25 человек, до Дубай-канала вот мы смотрим. Ну, короче говоря, вы проплывете отель Атлантиз знаменитый, вы проплывете Буршаля Раб проплывете. Вы, как бы, грубо говоря, до Бизнес-Б доплывете. То есть, до как раз Дешевле Перл походит. Это уже второй мост, под которым делают детскую площадку, я смотрю. Но удобно. Ладно. Ребята приезжие дожили. Извиняюсь за выражение. Пересели. Пересели. Помнишь, когда мобильки покупали, а рядом стоит, думаешь, ну, блин, ну, как-то вообще отойди хоть чуть-чуть, ну, чего ты уже. Вот. Блин, все, сейчас мы в солнце выйдем и наступит жаришка. Тут спрятан, реанимобиль спрятан. Если что, вообще классно. Слушайте, мне кажется, у нас скорые не все оборудованы. То есть, там видно, прям, гольф-кар такой, полной экипировки. Так, все сейчас идут на пляж. Ну, вот я думаю, что мы выбираем этот пляж постоянно? Но есть же еще, уже мне в отведении сколько написали, какие есть классные. Но ответ, на самом деле, категорически простой. Это удобно. Тут нам недалеко. Вот и все. Я думаю, большинство поэтому тоже выбирает. А, снова лазят люди? Наверное, да, чистят. Но при этом, я бы не сказал, что оно чистое. Вот в чем фишка. Пляж удобный. Вот и все. И удобное его расположение. Никакой он такой, конечно, красоты из себя не представляет. Сам пляж, ну, обычный песчаный пляж. Море не очень. Вот. Но инфраструктура вокруг хорошая. То есть, если не брать в счет воду, то пляж идеальный практически. А если берем воду, то не, не очень. Ой, сколько людей. Весь вертолетик бедный в этом самом в песке или снимает сторис, посмотрите. Новогодние елочки, везде красиво, везде украшения. Так, мне надо переодевалочку, потому что в этих вот шортах я, конечно, купаться не буду. Стоят раз буксир, вот два буксир. Думаю, чего они стоят? Скорее всего, это ночью салют запускали с этих буксиров. и просто они остались так вот на рейде. Больше у меня объяснений нет, потому что порт находится как бы, ну, чуть, конечно, подальше. Может, они, конечно, ждут, сейчас круизный катер зайдет, лайнер какой-нибудь, но вряд ли. Они просто прямо на таком расстоянии, где обычно откуда салют запускают. Погодка сегодня супер. Сейчас будем купаться. Ну, и людей сегодня супер. Как у нас в сезон прям, знаете, хороший. Вообще забит пляж. Прям, очень много очень людей сегодня. Обычно полотенца расположить возле моря очень легко, но тут мы сейчас ходили, искали, выискивали местечко. А чем такое время больше, сейчас полтора будет сегодня? Да, сейчас полтора все домой. Да, и мы, может быть, нагреемся и домой пойдем. Да, посмотрим. Сейчас прям самое-самое вообще сок по народу. пребывает и в нем, пребывает. Ну, все-таки праздники. Перед тем, как пойти купаться, небольшая зарядочка, умоемся, попьем и пойдем. Красота. Редактор субтитров мы лежим, отдыхаем, никого не трогаем. Внезапно все начали уходить в пляжи. Прям, посмотрите, вот место, вот место освободилось. Прям поток такой. шу-шу-шу-шу-шу-шу. Я не знаю, с чем это связано. Прям и ветерочек резко такой подует. Маленький-маленький такой. Как будто вот, не знаю, как будто всех ветром сдували прям по-настоящему. Ну, на обед все. На обед уже. Час дня. Все собирается. Поделбонос. Пойдем вместе со мной. Почтичку, потрогай мной. Супер. Супер-пупер вода. Hello, hello. Пьянка какая-то, правда. Да, наверное, лучше вниз вот так не опускать действительно камеру, потому что, ну, грязная, некрасивая вода. Она супер-мокрая, супер-соленая. Она супер-некрасивая в том числе. Вот как, да, такое место? Все реально, все хорошо, все идеально. Был бы идеальный пляж еще, идеальная вода, было бы вообще супер. Почему-то, ну, видимо, не могут этого сделать. За счет чего она такая мутная, не понимаю. Видимо, какой-то грунт, какой-то грунт здесь такой. Так, это я разгоняю так пенку. А что за пена вообще приплыла? Откуда она? То ли гидроцикла вот это нагнали. А может быть, это какая-нибудь гадость? Химия? 1, 2, 3. Хотел сказать нае. Отунулся. Не, не хочу я плавать, честно говоря, в такой воде. Блин, соленый чей в рот помал. Так гадостно. Не, лучше пойду загорать. Круизный лайнер проплывает мимо этого буксира, значит, все-таки да. вот раз и он два. Это они стоят только из-за салютов, судя по всему. Ну да, реально, что им ждать этого круизного лайнера так долго? Вот и пришло время уходить. Людей тьма. И несмотря на то, что часть, казалось бы, ушла, нет, часть нам просто пришла, сейчас людей видимо наплыв все-таки вот на празднике, да, такой серьезный будет. Да, главный удачник этого Мондиаля, Криштиана на заставке Талабад. Видимо, он устроился работать в доставку после того, как он провально провел чемпионат мира. А мы сейчас пойдем в сторону супермаркета посмотреть папайю, папайю и мороженое. Дело в том, что что-то очень нелегко найти папайю и мороженое. Папайю по нормальной цене. Папайю по нормальной цене дать его найти. Я камеру не выключаю, сейчас покажу вам вот обычную парковочку в Дубае. Вот обычная парковочка, на самом деле вот так выглядит. А вот это необычная парковочка. Красивые машины Макларен, Ламборджини, Феррари. Красота. Это на самом деле как бы понты в аренду все сдается. Три троса. Так, мы тут смотрим на трамвай и на зиплайн. Вам, наверное, не видно, вот тросы. Да-да-да, вон они летят. Мы просто думали с Юлей, а что же будет, если вдруг обрвется трос? То есть ты вот это такой летишь радостный. Ну, конечно, единственное, у тебя же есть шлем, шлем тебе спасет с такой высоты падения, да? Может, парашют бы побежали? Поэтому у меня есть теория, что там есть какая-то страховка, еще дополнительный страховочный трос протянут. натянут. То есть если вдруг человек как бы не улетит. Ну, наверняка. Честно говоря, наверняка. Стоит тоже, не знаю. Ну, круто. Вот так вот. долларов, это мало, да. Наверное, Больше сотни долларов? Ну, если так прыгнуть с высоты, то они в Сочи как-то ее. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. В Дубае, ну, я не думаю, что дешево. Дороже, дороже, да. Попрыгать. синий Киткат. Аэрополнишки? Арбузики, смотрим, здесь дороже. 3,50. Это дорого, или дешевле. Вот это дешево. 1,50 за такую штучку. О, 11. Нормальная сумма. Да, это нормальная цена? Ну, тот самый дешевый я видела в этом. Day-to-day? Да. Там было 5, нет? Да, там чуть-чуть было ее выбора. Выходим, я купил себе вот такое вот печенье, а Юля купила себе мороженое. Вот, дело в том, что я что-то первый раз его попробовал совсем недавно это печенье, и оно, оказывается, такое вкусное. такое печенье кто производитель? Не знаю. Не показано? Модизированные печенье не имеется. Не знаю, я просто видела в разных странах как продается. Да, это международное. Я думал, что это типа Несле делает, но нет, наверное. Там половина на арабском. Да, они заклеили, где написано. это. Это европейская. Наверное, да. Или американская, или европейская. Что-то такое. А, тут палочка есть. Вон она. Печенька стоит почти 2 доллара, а вот этот стоит 3 доллара. Таблерончик. Вкусный, да, наверное. А что это таблерон? Оно шоколадное должно быть. Это же шоколад. А, ну ладно, все, хорошо. Попробовал это печенье. Когда Юля покупала с мороженого, оно было как-то вкуснее. А сейчас ем отдельно обычное овсяное печенье. Ну, такое, единственное, хрустящее. Какое-то химозенькое, да. Вот поэтому, ну, нормально, но не вау. Вот и вернулись мы на круги своя. Мы практически здесь начинали видео. Вот за этим зданием сразу находится наш отель. Вот там мы именно начинали. Ну, а тут мы закончим. Ничего страшного. Напротив этих красивых яхт очень много на самом деле стоянок здесь для яхт на Дубай-Марине. То есть это такой искусственный огромный канал и тут такие карманы сделаны. И в этих карманах стоят яхты здесь, там, 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 дальше. То есть ну, сотни наверное яхт Дубай-Марине. Потому что место хорошее, красивое. Вот. И, видимо, много богатых людей. Что тоже немало важно. Все, будем заканчивать видос. Всем всего самого самого лучшего. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Будем продолжать снимать, показывать нашу жизнь. Несмотря на то, что скоро мы отсюда уезжаем, но видео будут выходить и дальше с других мест. Каких именно, не знаю. Где мы будем, там и будем показывать. Все, пока-пока-пока. Будьте здоровы, быть счастливы. подписывайтесь, я вот и сказал. Ну, а самое главное, конечно же, мира всем нам. Все. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok